Друзья, довольно обычный спортивный зал, у которых в Алматы тысячи, но именно отсюда вышли 27 чемпионов мира. Большинство из них уже заслуженные мастера спорта Казахстана по комбат джиу-джитсу. Это такой подвид классического джиу-джитсу, где разрешен полный контакт. Сегодня разбираем секрет феноменального успеха наших жестеров. Меня зовут Марат Кукатов. Поехали! Международная ассоциация единоборств признала Казахстан одной из ведущих стран в развитии джиу-джитсу. В республике уже больше 10 тысяч последователей стиля и десятки чемпионов мира. При этом джиу-джитсу в Казахстане считается одним из самых молодых видов спорта. Региональная федерация, которая включает в себя еще и грэпплинг, появилась только в 2013 году. Два года подряд по итогам чемпионата мира и по развитию джиу-джитсу мы являемся вторым, третьим местом в мире среди 90 стран. То есть у нас есть все шансы быть лидером здесь. И мы этого добиваемся. Я попросила, подошла, говорю, можно я с вами сфотографируюсь? Я хотела, чтобы нас сфотографировали. И он тогда сказал, типа, давай сделаем селфи. С утра на встрече с президентом, а после обеда снова в зал на тренировке. Галина Дуванова своим примером показывает, что джиу-джитсу может быть красивым и элегантным. Кажется, что и победы даются и легко, но в жизни спортсменке было немало трудностей. В 9 лет Галина потеряла отца. В 11 маму. Вместе с сестренкой и братишкой попали в детский дом. В джиу-джитсу оказалось случайно. Решила испытать свои силы. Но именно спорт дал ей веру в себя и решительность. Она одна из тех спортсменок, которые за очень короткое время достигают очень крутых результатов. Это, конечно, стержень. Это целеустремленность. Это воля. Такие качества у нее есть. Прям хоть отнимай. Цели большие. Планы на самом деле тоже большие. Мы не останавливаемся на достигнутом. Мы будем идти дальше. Конечно, в планах, в приоритете у меня выступить в черных поясах на чемпионате мира. Если джиу-джитсу войдет в олимпийский вид спорта, также выступать на Олимпиаде. Я думаю, это мечта любого спортсмена. Джиу-джитсу не входит в число олимпийских дисциплин. По крайней мере, пока. Совсем недавно этот вид спорта вошел в программу азиатских игр, что уже говорит о признании на международном уровне. В 2018 году на Азиаде и в Индонезии джиу-джитсу был представлен в тестовом режиме. Тогда двое казахстанцев, Дархан Нуртаев и Руслан Исраилов, удостоились золотых медалей. Джиу-джитсу является предолимпийской хартией. Мы есть в азиатских играх, мы есть в спорт-аккорде, в азиатских играх в закрытых помещениях. И большие шансы есть нам вступить в олимпийскую семью. Этот с виду обычный алматинский зал называют конвейером по выпуску чемпионов мира. Комбат джиу-джитсу. Здесь разрешено все, чего нельзя делать в классическом джиу-джитсу. В этом стиле казахстанцы входят в тройку сильнейших в мире. Разрешена бросковая техника в стойке, разрешена борьба в партере, плюс ударная техника в партере, полный контакт, болевые и удушающие приемы. Она отличается от бразильского джиу-джитсу и от джиу-джитсу-файтни тем, что у нас идет полноконтактная работа. И самое главное, у нас есть принцип, у нас нет баллов. У нас есть победа только нокаут, два нокдауна, болевые и удушающие, либо явное преимущество одного из спортсменов. Канат Леумбетов стоял у истоков развития комбат джиу-джитсу в Казахстане. В 2009 году он открыл профильную федерацию, и с того времени спортсмены выезжают на соревнования защищать честь страны. В 2021 году я выиграл чемпионат Казахстана, который проходил в городе Екабастуз. И так получилось, что я прошел отбор на чемпионат мира, и поехали в Украину, в город Киев, где проходил чемпионат мира. И там мне получилось занять первое место. Лидируют Казахстан, Франция, Украина и сейчас еще Африка сильная. Родиной джиу-джитсу считается Япония. Боевое искусство разработали в 16 веке для самураев как форму защиты без оружия. Годы трансформации и появление новых техник привели к созданию отдельного стиля – комбат джиу-джицу. До 18 лет спортсмены полностью экипированы. Бандаж, капа, шлем, перчатки и даже протекторы для ног. После 18 лет джинсерам предоставляется выбор. Можно не надевать протекторы, но наличие шлема и капы – обязательное условие. Детей определяют родители. Они приводят, смотрят. Ну, у нас как? Мы родителям говорим, посидите одну тренировку, посмотрите. Если вам понравится, оставите. Не понравится, пойдете в другой вид направления. Посмотрите, чтобы ваш ребенок не потерялся. Пошел именно туда, куда ему надо. Вот, ну, я вам скажу, скажем так, из 10-ти, 6-7 ребят остается и тренируется как положено. Боевое джиу-джитсу уступает по массовости своему классическому собрату, но тоже довольно популярно. Секции работают практически во всех областях. Многие спортсмены продолжают карьеру в ММА, а некоторые, наоборот, приходят из ММА. Чтобы улучшить свою технику. Уровень в мире очень хороший. Просто наша ментальность нашего народа – это ментальность бойца. Не только же джиу-джитс. Посмотрите, ММА, бокс, вольная борьба. У нашего народа это в крови побеждать, выигрывать. Причем это обязательно в единоборствах. И джиу, как никакой вид спорта, который подходит абсолютно для всех слоев населения. В любом возрасте его можно начать заниматься. Первый закон джиу-джитсу. Важна не сила, а гибкость мышц и мышления. Каждый шаг прочитывается наперед, поэтому этот вид спорта входит в тройку самых интеллектуальных. А детей здесь учат в первую очередь думать. Когда я приезжаю с турнира и привожу медали, они больше меня восхищаются. Они ждут, когда сенсей приедет, когда привезет медальку. И это есть мотивация для меня. Вы, наверное, заметили, что девушки в Казахстане очень часто выбирают джиу-джитсу. Поскольку это неударный вид спорта, то риски получить травму, ссадину или синяк минимальны. Например, первой девушкой из Казахстана, обладательницей черного пояса, стала Мольдер Микимбаева, Бульжан Накипова, Галина Дуванова, призерки чемпионатов мира. Все названные девушки входят в различные рейтинги самых красивых спортсменок страны. Для девушек восточных единоборствах, они там найдут грацию. Не обязательно им выступать на соревнованиях, не обязательно им выступать на каких-то спаррингах. Но для здоровья и для внутренней гармонии это для них очень хороший подспорья. Если ты отдаешься в процесс, если ты готов жертвовать чем-то ради спорта, то это всегда вознаграждается на самом деле. И как любой спортсмен, я всегда мечтала, чтобы на пьедестале, вот именно на международной арене поднимался флаг, играл гимны Казахстана. Всего 20 лет назад в Казахстане мало кто знал о таком виде единоборств, как джиу-джитсу. Сегодня это один из самых массовых видов спорта в нашей стране. В Алмате только более 30 клубов, в Астане 20, в других регионах, конечно, чуть поменьше, но они тоже идут большими шагами к этому. Попадание в программу азиатских игр и популяризация джиу-джитсу в Казахстане делают этот вид спорта очень перспективным. Впереди большая работа по включению джиу в олимпийскую семью. И если это произойдет в ближайшее время, тяжело даже представить, какой бум популярности ждет джиу-джитсу в нашей стране. В следующем году у нас состоится чемпионат мира, впервые в истории, на который съедутся более 70 стран. Это молодежные и юниорские возраста. Порядка 2000 спортсменов мы ожидаем в августе месяце следующего года. Ну и дай бог, первое командное место останется за нами. С вами была программа «Спортивный интерес». Все выпуски доступны на сайте телеканала 24.kz.